Информатик Хьюмс представляет Знакомьтесь с вашим чучелом Ах, правительство! Оно любит вас и хочет, чтобы вам было безопасно и хорошо. Правительство даже хочет, чтобы оплата счетов, штрафов и судебных издержек была для вас проще. Как? Вам нужно познакомиться с вашим чучелом. Оно родилось в тот же день, что и вы. Оно выглядит, как вы. У него такое же имя, и оно живет в вашем доме, хотя вы никогда не знали о его существовании. Вы даже оплачивали его парковочные талоны и налоги. Что хуже того, чучело было мертво уже с первого своего дня. В каждом свидетельстве о рождении легальная персона или легальная фикция создается под таким же именем, чтобы потом заставить вас думать, что это и есть вы. Так что есть вы, живой человек, и вы, бумажный человек, который обычно и называется чучелом. Поэтому правительственные чиновники, работники суда или полиция говорят не на родном, а на легальном языке. Такой язык придуман, чтобы вы соглашались с устными и письменными контрактами, даже сами того не ведая. Все берется из юридического словаря Блэка. Например, когда полицейский спрашивает, вы согласны? То вы можете ответить, да. Но на самом деле он говорит, вы согласны с властями? Упс, вы только что создали устный контракт с ними. О, какое умное правительство. Вы знали, что когда вы что-либо регистрируете, вы адресуете свой запрос к определенной персоне регистратора? Именно так. Когда вы официально регистрируете что-то, правительство полагает, что теперь это принадлежит им. Хотите зарегистрировать автомобиль? Супер! Теперь вы зарегистрированный хранитель машины, и правительство может уничтожить ее, если вы не будете платить ваши чучельные налоги. Ждете еще кучу радости? Тогда вам необходимо зарегистрировать вашего дорогого ребеночка свидетельством о рождении, так, чтобы они могли создать чучело и для вашего малыша. Разве это не потрясающе? Так что, когда малыш подрастет, он сможет платить налоги так же, как это делаете вы. Когда вы регистрируете своего ребенка, подписывая свидетельство о рождении, он переходит под опеку государства. И если правительству не понравится, чем вы занимаетесь, то они решат, что вправе забрать у вас ребенка или создать новые правила для ограничения того, что им не нравится. Не можете платить за школу? Шлепаете своего ребенка? Кричите слишком громко. Тогда малышом займется социальная служба. Когда вы получаете счет, он посылается вам, но принадлежит вашему чучелу. Не вам! Вот почему все счета, штрафы и сборы начинаются с обращения, написанного заглавными буквами. Иногда вы можете увидеть вашу фамилию, написанную заглавными буквами, так же, как и на могильной плите. Это потому, что ваши чучела уже мертвы, глупый клочок бумаги, созданы до того, когда вы могли бы осознать или согласиться с этим. Когда вы отправляетесь в суд, то представляете там свое чучело. Так что вы, человек, берете на себя все счета, штрафы, пени, принадлежащие чучелу. Вам, как человеку, даже нет необходимости их оплачивать. Но вы заключили контракт с судом, явившись туда и представляя вашу легальную персону или чучело. Как раз то, что от вас и ожидало правительство. Вы в замешательстве? Не беспокойтесь. Правительство ведь не хочет, чтобы вы знали об этом. Если бы вы это знали, то прекратили оплачивать муниципальные налоги или парковочные талоны. Потому что, когда вы идете в суд, вы представляете ваше чучело. Вы — это вы, живые, из плоти и крови. Ваше чучело или легальная персона — это клочок бумаги, созданный со свидетельства о рождении. А вы думаете, что это вы. Ну что за глупышки? Хотите узнать больше? Поищите в интернете.